В испытаниях земной жизни мы не оставлены в одиночестве выполнять свою работу, сражаться в личных битвах, преодолевать невзгоды или искать ответы на вопросы. Иисус Христос учил в одной из притч, что должно всегда молиться и не унывать. Он рассказал о судье, который Бога не боялся и людей не стыдился. «Каждый день к нему приходила вдова и просила защиты от соперника ее. Долгое время судья не помогал ей, но после ее праведной и настойчивой мольбы судья сказал сам себе, «Как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Затем Иисус пояснил, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что поддаст им защиту вскоре». И затем Господь задает такой вопрос. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Молитва – это необходимое условие для развития веры. Когда Господь придет вновь, найдет ли Он людей, которые знают, как молиться с верой и готовы получить спасение? «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы – дети любящего Небесного Отца, и можем наслаждаться личным и прямым общением с Ним, когда молимся с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа, и затем действуем согласно полученным ответам через побуждение Святого Духа. «Верим и молимся, слушаем и слушаемся, чтобы познать, как стать едиными с Отцом и Сыном». Молитва веры открывает врата к получению славных благословений Небес. Спаситель учил, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». «Ибо всякий, просящий, получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Если мы надеемся получить, то должны просить, искать и стучать. В поисках истины Джозеф Смит прочел, «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему». Благодаря Его молитве веры открылись небеса. Бог Отец и Его Сын, Иисус Христос явились Джозефу во славе и говорили с Ним, возвестив начало устроения полноты времен. Что же касается нас, то чудесное исцеление, мощная защита, божественное знание, освободительное прощение и бесценный покой. Вот такие ответы будут приходить к нам, если мы будем с верой выражать свою искреннюю просьбу душем. Мы молимся Отцу во имя Иисуса Христа, силой Святого Духа. Таким образом, вовлекая всех трех членов Божества своей молитвой, мы молимся нашему Небесному Отцу и только Ему, ибо Он есть Бог на небесах, беспредельный и вечный, от века и до века, Создатель неба и земли и всего сущего на них. Как наш Создатель, Он дал нам заповеди, дабы мы любили Его и служили Ему, единственному живому и истинному Богу, и дабы Он был единственным существом, которому мы должны поклоняться. Когда вы молитесь Небесному Отцу с верой, Он утешит вас в ваших страданиях, и вы сможете насыщаться Его любовью. Президент Генри Аринг рассказал, что молитвы Его отца в проигранном сражении с онкологическим заболеванием научили Его глубоким личным отношениям между Богом и Его детьми. Цитата. Когда боль стала невыносимой, мы нашли Его утром в стоящем на коленях, в молитве. Он был слишком слаб, чтобы вновь лечь в постель. Он сказал нам, что молился, и спрашивал Небесного Отца, почему Ему приходится так сильно страдать, ведь Он всегда старался быть хорошим. Он сказал, что получил тихий ответ. «Богу нужны мужественные сыновья, и Он исправно терпел до конца, веря, что Бог любит Его, слушает Его и поддержит Его». Он был благословлен, познав в раннем детстве и пронеся это знание через всю жизнь, что любящий Бог находится на расстоянии молитвы от нас. Конец цитаты. «Мы молимся во имя Иисуса Христа, потому что наше спасение во Христе, и нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Мы приходим к Отцу в освященное имя Иисуса Христа, ибо Он есть наш ходатай перед Отцом, и Он молится и заступается за нас. Он страдал, истекал кровью и умер, чтобы прославить Своего Отца. Его милостивая молитва за нас дает возможность каждому из нас обрести мир в этой жизни и жизнь вечную в мире грядущем. Он не хочет, чтобы мы страдали больше или претерпели больше испытаний, чем требуется. Он хочет, чтобы мы обратились к Нему и позволили Ему облегчить наши бремена, исцелить наши сердца и очистить наши души через Его очищающую силу. Мы не хотим произносить Его имя в суе, механически повторяя одни и те же слова. Искренние молитвы, произнесенные во святое имя Иисуса Христа, служат выражением нашей преданной любви, нашей вечной благодарности и стойкого желания молиться так, как молился Он, делать все так, как делал Он, и стать такими, как Он. Мы молимся силой Святого Духа, ибо тот, кто просит Духи, просит согласно воле Божьей, а потому исполнится именно так, как Он опросит. Когда мы молимся с верой, Святой Дух может направлять наши мысли, чтобы наши слова были созвучны воле Божьей. Не просите ничего, что вы могли бы употребить для ваших вожделений, но просите с непоколебимой твердости, чтобы не поддавались во искушение, но чтобы служили истинному и живому Богу. Важно не только знать, как молиться, но и как получить ответ на нашу молитву, чтобы проявить проницательность, быть на чеку и обрести возможность и намерение ясно увидеть и понять Божью волю и цель относительно нас. Президент Айринг сказал, «Я получал ответы на свои молитвы. Эти ответы были наиболее отчетливыми, когда мои личные желания исчезали, повинуясь непреодолимой необходимости знать, чего хочет Бог». Именно тогда ответ от любящего Небесного Отца может прозвучать тихим, мягким голосом, обращенным к разуму, и может быть начертом на сердце. Когда Спаситель вошел в Гессиманский сад, Его душа скорбела смертельно. В момент страшных страданий единственным, кому Он мог обратиться, был Его Отец. Он смолился, «Если возможно, да минует Меня чаша, сиям». Но Он добавил, «Впрочем, не так, как Я хочу, но как Ты». Будучи безгрешным, Спаситель был призван перенести боли и страдания, и искушения всякого рода, в том числе боли и недуги Своего народа. Он страдает по плоти, дабы Ему взять на Себя грехи Своего народа, дабы изгладить их согрешения согласно силе Своего избавления. Трижды Он молил, «Отче, да будет воля Твоя». Чаша не была удалена. В смиренной, преданной молитве он был укреплен, дабы продвигаться вперед и исполнить Свою божественную миссию, подготовиться к нашему спасению, чтобы мы могли каяться, вериться, повиноваться и обрести благословение Вечности. Ответы, получаемые нами молитвы, могут быть не теми, что мы хотим услышать, но во времена испытаний наши молитвы становятся спасательным кругом любви и щедрой медрости. В час молитвы мы можем быть укреплены, дабы продвигаться вперед и выполнить все, что нам предначертано сделать. Своим святым, живущим во времена тяжкие, Господь сказал, «Да утешатся сердца ваши, ибо вся плоть в руках Моих. Пребывайте спокойными и знайте, что Я есть Бог». Произносим ли мы свои молитвы в уединении, в семьях, в церкви, в храме, или где бы то ни было, молимся ли мы с сокрушенным сердцем и кающимся духом в поисках прощения, неместной мудрости или просто силой устоять до конца, мы всегда должны молиться с открытыми сердцами, постоянно обращенными к Богу ради нашего благополучия и благополучия окружающих. Искреннее желание, высканные в духе благодарности за обильные благословения и уроки жизни, взрастят в наших сердцах твердую веру во Христа, ясность надежды, любовь к Богу и ко всем людям. Молитва – это дар от Бога. Мы не должны чувствовать себя одинокими или потерянными. Я свидетельствую, что каждый момент драгоценной молитвы может быть священным временем, проведенным с нашим Отцом во имя Сына, силой Святого Духа. Восвященное имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует...